ну что к нам на канал добавилось последнее время очень много подписчиков и у вас конечно появилось много вопросов к нашему проекту и сегодня я как раз и отвечу на эти вопросы на самом деле мы находимся сейчас мурманске здесь холодно местами лежит снег и сегодня проводили инспекцию видели ряд дорожных проблем интересных мы увидели что через асфальт снизу вырастают пеньки на одной из улиц увидели еще что многие улицы ремонтируются ямочный ремонт проводится кирпичами вот такая вот мурманская особенность но что поехали отвечаю на вопросы итак первый вопрос ну рассказали про эту дорогу и что то непонятно продолжение это будет до продолжение будет дело в том что мы сейчас смотрим дороги которые граждане добавляют на сайт карты убитых дорог это те дороги которые нужно ремонтировать по мнению граждан и вот эти дороги сейчас добавляются в планы ремонта они добавляются план ремонта на этот год на 2018 и мы конечно же будем отслеживать качество вот этого ремонта кроме того мы смотрим за дорогами которые находятся на гарантии это те дороги которые но если дорога находится на гарантии то подрядчик если на этой дороге появился какой-то дефект должен устранять эти проблемы за свой счет поэтому мы пишем запросы в администрацию и обязываем администрацию чтобы она привлекала этих подрядчиков к ответственности поехали дальше я не знаю как можно развивать регион который без дорог в тучные годы не строили а сейчас тем более не будут вопросы задавать некому наказания за это нет ну что же я скажу что за каждую дорогу есть ответственное лицо и есть кому отвечать вот например в тульской области город донской там у нас есть активист достаточно юный ему всего 16 лет станислав скидан и он добавил дорогу на сайт карт убитых дорог эту дорогу нужно ремонтировать она находится очень плохом состоянии и за нее ну проголосовало не так много человек и тогда он взял и расклеил объявления по всему городу жители давайте проголосуем за эту дорогу чтобы ее отремонтировали и тогда за эту дорогу действительно проголосовало там по моему больше двух тысяч человек и вот мы приехали как раз донской встретились с главой и района города и по результатам эта дорога будет все таки отремонтирована поэтому спрашивать есть кого и есть результат поехали дальше кирилл романов задает вопрос по всей стране прокуратура не работает работает только бюрократическая машина ну что же я скажу что прокуратура то все-таки работает дело в том что вопрос другом мало граждан обращается прокуратуру по результатам от 15 инспекции у нас были запросы в прокуратуру и дело в том что прокуратура как раз через суд обязывает администрацию исправлять вот эти вот проблемы которые были обнаружены на дорогах а судебное решение они уже исполняются в первую очередь поехали дальше ребята какие обещания какие программы ведь есть гост на нормы за выполнение есть ответственность пишите в гибдд и эту яму заделают но дело в том что наш проект карт убитых дорог он нацелен все таки не на отдельно какие-то локальные ямы наш проект нацелен на то чтобы отремонтировать целиком дорогу потому что я бы это следствие того что дорога находится плохом состоянии что и некачественно отремонтировали либо то что ее давно уже надо отремонтировать поэтому нужно ремонтировать не отдельные ямы не проводить вот этот так называемый ямочный ремонт нужно ремонтировать целиком дорогу поехали дальше ничего вы не понимаете у дорожников есть один самый важный параметр сколько километров дорожного покрытия золотали с помощью ямочного ремонта да на самом деле ямочного ремонта проводится стране очень много вот сейчас мы в мурманске увидели то что ямочный ремонт зачастую проводится кирпичами дело в том что никакими нормативами это не прописано проводить ремонт такой конечно же нельзя это видимо вынуждена мера для стяжения аварийности и конечно же это не тот ремонт который ожидают граждане поэтому ремонтировать нужно дороге замены верхнего слоя покрытия а ямочный ремонт ну да как его проконтролировать если зачастую муниципалитеты не дают на него гарантию необходимо давать гарантию на ремонт чтобы можно было потом с кого-то спросить за этот ремонт но что если провести ремонт он развалится на следующий день а гарантии нет таскау спрашивать следующий вопрос ребята вы в ярославле были советую до ярославле мы были не так давно и мы там увидели то что дороги которые ремонтируются недавно они находятся уже в хорошем состоянии мы сравним с 15 годом когда мы были вот тогда гарантийные дороги были в ужасном состоянии сейчас дороге которые там ремонтируются новые они держатся держится гарантийный срок но дело в том что есть еще много дорог которые конечно же требуют ремонта и вот например там есть улица юго-западная это объездная дорога по которым приз проезжает большой транспортный поток фуры легковые машины и мы там увидели такие ямы что можно провалиться туда почти целиком там у нас был активист в сапогах он провалился вот почти по колено даже глубже он забирал потом эту яму она была 50 сантиметров глубиной что можно сказать есть положительная практика эта дорога будет отремонтирована в этом году она добавлена в планы ремонта поэтому есть положительные положительные моменты по ярославлю дороге все-таки ремонтируются из народного рейтинга тем более что в городе сейчас работает программа безопасной и качественной дороги по этой программе она позволяет как раз отремонтировать все-таки дороги которые нуждаются и на которой до этого не выделялись средства это федеральная программа так поехали дальше ребята как у вас на сайте отметить весь ульяновск у нас дорог как будто здесь вчера бои были ну смотрите весь город конечно можно перекрасить в красный цвет но как тогда понять какой дороге все-таки необходимо уделить приоритет какая дорога самое важное которую какую дорогу нужно отремонтировать первую очередь поэтому конечно же нужно голосовать за дороги чтобы было понимание какую дорогу нужно ремонтировать в первую очередь нужно быть реалистами весь город одновременно нельзя закатать в асфальт поэтому отмечайте дороги на сайте и голосуйте за них дальше вы ездите только по миллионникам рядом с ростовом есть новочеркасск вы ездите по самым богатым городам ну смотрите мы сейчас мурманске до этого мы проехали апатиты кировск это не такие то большие города все-таки правильно мы в тверской области заехали в небольшой город нелидово там серьезная ситуация с дорогами и активисты очень добавили много дорог проголосовали за них мы приехали и встретились с головой там серьезная ситуация очень мало средств и дороги там тоже к сожалению ремонтируют кирпичами мы также в сочи заезжали в поселок лазаревская там рядом находится еще поселок мирный там ситуация в том что курортный поселок и дети которые там отдыхают чтобы им дойти до моря вынуждены там перекрывать движение сеткой чтобы дети могли пройти потому что там тротуар разрушены его встречались тоже с головой который пообещал что все таки эта дорога будет приведена нормальное состояние еще мы приезжали поселок в ивановской области и линская в этот поселок можно доехать доплыть 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 только на лодке того что туда не идет дорога и вот встречались мы с жителями и они это дорога действительно вот которая в которой нуждаются жители она набрала максимальное количество голосов конечно же мы заехали и к ним поэтому мы заезжаем в разные населенные пункты мы уделяем внимание конечно тем населенным пунктом где активные жители они добавляют дорогу и голосуют за них поэтому добавлять дороги к нам на сайт так поехали дальше альхон сняли трассу до красноярска показали почему иркутск стороной обошли ну смотрите мы были в пятнадцатом году в иркутске смотрели тогда дороге тем более мы я там помню еще такая дорога была оригинальная брат скодинск конечно в жутком состоянии там мы на этой дороге увидели медведей вот и вообще мы проезжали по этой трассе ночью было очень страшно дорога находится просто в ужасном состоянии но и в этом году мы конечно же доедем тоже до иркутска мы начали свою инспекцию на юге стороны сейчас мы на северной точке в мурманске далее мы двигаемся на восток и во владивостоке закончим инспекцию в конце осени добавляйте дороги к нам на проект на сайт карта убитых дорог мы будем вместе с активистами встречаться с властью и все-таки добиваться того чтобы дороги из народного рейтинга включались ближайшие планы ремонтных работ ну и задавайте вопросы к этому видео мы будем отвечать мы всегда на связи